МАРИЯ Маша вместе с другими ребятами пришла в актовый зал культурного центра на выставку, приуроченную к годовщине вывода советских войск из Афганистана, чтобы повнимательнее рассмотреть работы ветерана боевых действий Рината Шафикова. Уникальность его выставки тоже известна всем, а может быть не всем, что рисунки и графика выполнены шариковой ручкой, причем в основном во время боевых действий. Выставки Рината Шафикова проходят ежегодно. По словам заместителей начальника местного теруправления, проводить их необходимо, в первую очередь для младшего поколения. Дети сегодняшнего поколения, они, так сказать, также не были свидетелями событий Великой Отечественной войны и более близких событий войны в Афганистане. Тем более, что те афганские события, они пришлись на очень сложный период для нашей страны, когда страна, в общем-то, разрушалась, да, вот, и на мой взгляд, те события, то значение тех событий, оно было не в полной мере, а подчас даже и неправильно оценено. Одним из гостей выставки стал Александр Ребрик. О военных событиях в Афганистане знает не понаслышке. Именно поэтому рисунки Рината Шафикова ему близки. Но одна работа больше всего трогает ветерана за душу. На ней Кандагар, с которым связаны самые яркие и тревожные воспоминания. «Поднялась такая стрельба. Ну, интересно же. Я же, как бы, я впервые. Ну, давайте посмотрим. Забрались мы на крышу. Ну, крыша плоская, можно там гулять по ней. Мы посмотрели. Ну, стреляют не совсем по нам. Как бы, куда-то летят снаряды там. Вот, ходил, походил. И вдруг слышу разговор. Я подошел к краю, посмотрел, как оказалось потом, наш советник военный, полковник, под руководством своей жены сажает розы. Она учит его, говорит, что сажать надо на солнце. Розы солнце любят». Директор культурного центра Барвиха рассказала, что выставка – не единственное событие, посвященное знаменательным датам и праздникам. «В нашем культурном центре проходит цикл мероприятий «Служить России», который включает в себя, начиная с 15 февраля по 23 февраля включает в себя мероприятие, посвященное и выводу войск из Афганистана, и посвященное нашим замечательным защитникам, воинам, нашим дорогим мужчинам». Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».